Общественные организации проверяются незаконно. По конституции граждане России вправе создавать общественные организации и работать вместе. Посмотрите, кого проверяют. Проверяют тех, кто делает огромную полезную работу для России. Например, голос ассоциации наблюдает за выборами, ловит фальсификаторов. Это же полезно для России. Транспернси Интернешнл занимается разоблачением коррупции. Разве это плохо, что есть люди, которые занимаются разоблачением коррупции? Хельсинская группа движения за права человека защищает людей в тюрьмах, в колониях, людей, которые подверглись насилию со стороны полиции и чиновников. Разве защита прав людей это против России? Люди это и есть Россия. Поэтому власть борется с теми, кто вскрывает ошибки этой власти, кто вскрывает преступления этой власти. То есть фактически давление на общественные организации – это защита бюрократии своих преступлений. Что касается Европы, то мы являемся членом Совета Европы с 1997 года. В рамках Совета Европы мы взяли на себя обязательства соблюдать права человека, проводить честные выборы, не мешать работе общественных организаций. То есть дело не в том, что Европа вмешивается в наши дела, а дело в том, что мы сами взяли на себя эти обязательства в рамках Европы. И Европа имеет полное право спросить, что мы вместе с вами это все подписали, почему же мы это нарушаем. Поэтому это как нарушение нашей Конституции, так и нарушение наших обязательств, которые мы сами на себя взяли, ратифицировав все европейские конвенции еще в 90-е годы. Поэтому ни о каком вмешательстве во внутренние дела России речи идти не может. Это нарушение нашими властями, наших собственных законов и наших собственных обязательств. Продолжение следует...